Торжество накануне было и в Смоленске, и здесь отпраздновали День памяти Святого Благоверного Князя Андрея Смоленского. Божественную литургию в храме, освященном в честь святого, совершил епископ Смоленский Вяземский Феофилакт. Слово нашим коллегам из телестудии Святой Меркурий. Богослужение в День памяти Святого Благоверного Князя Андрея Смоленского прошло в поселке Красный Бор, в Приходской Церкви, которая является предтечей будущего Большого Храма в честь одного из самых почитаемых смоленских святых. В этот день Церковь вспоминает чудесное обретение мощей Благоверного Князя Андрея, которое произошло на месте его подвига в Переиславле-Залесском. Удивительное житие нашего земляка, человека, который здесь, в нашей смоленской земле, произошел из княжеского рода, был сыном смоленского князя и сам относился к смоленскому княжеству. Но гонимый завистью своих братьев, их ненавистью и жестокостью, не стал этой ненависти и жестокости сопротивляться, а возжелал прежде всего в своей жизни правды Божией. Благоверный князь, чтобы не умножать злобу, не превращать свою жизнь в суд человеческой лукавой совести, но сохранить ее под судом Божиим, оставил свое княжество и ушел в Переиславле-Залесске. Там он стал трудиться в храме простым пономарем, скрывая всю жизнь свое княжеское достоинство и раскрывая, как благоуханный цвет, свое человеческое достоинство, которое было создано по образу и подобию Божьему. Так святой прожил более 30 лет, и никто не знал, что этот человек, который молится до поздней ночи в храме, князь Смоленский. Когда благоверного князя Андрея погребали, под его одеждой нашли княжеский перстень, княжескую цепь, вериги и грамоту, в которой он написал «Я Андрей, князь Смоленский» и попросил молитв о себе. Его погребли с большими почестями и любовью, которую он стяжал у народа, служая ему не как князь, а как преданный раб Божий. Спустя некоторое время мощи благоверного князя были обретены нетленными и по сей день источают множество чудес. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Зло побеждается тогда, когда оно заканчивается на нас. Когда оно через нас не продолжает шествовать. Когда оно нападает на нас, как злая собака, но, видя нашу твердую веру и готовность противляться ему, убегает, как поруганный пес. Зло прекращается только тогда, когда мы его не пускаем в свое сердце, в свою жизнь, в свой ум. Иногда для этого нужно и от многого отказаться. Но большее этим отказом можно приобрести. Благоверный князь Андрей Смоленский, чтобы погубить зло, отказался от княжества, но приобрел о себе добрую память народа Божия. И нас, благодарных смолян, его потомков, живущих в нашем Богом хранимом Смоленском крае. Сегодня мы приносим благоверному князю Андрею благодарную молитву и соразмеряем свою собственную жизнь с его жизнью. Сопоставляем свою веру и дела нашей веры с верой святого князя Андрея Смоленского. Епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт выразил уверенность, что в ближайшее время в Смоленске начнется строительство храма, который станет достойным благоверного князя Андрея Смоленского домом. В настоящее время заканчиваются работы по составлению проектно-сметной документации на строительство. Смоленский Феофилакт